Всем привет! Середина января и пора бы подготовить машину к лету. Обычно говорят, готовьте сани летом, но я раздышку готовлю зимой. И первая проблема у меня сейчас это электрика, а конкретнее подсветка приборов. Потому что, как мы видим, если мы включаем свет, то у нас загорается панель, в принципе, здесь, а сама панель приборов не включается. И проблема у меня началась где-то 5 лет назад, когда у меня внезапно потухла приборная панель. Попробовал поменять приборку, не помогало. В итоге поставил светодиодную ленту под самой приборкой. Это работало до позапрошлого года, когда в Турции внезапно в ноябре у меня потухла панель окончательно. Для облегчения диагностического поиска я бы снял руль. Для того, чтобы снять руль, надо снять подушку. Я предварительно открутил два винта, которые держат подушку за рулем. Один винт здесь находится с левой стороны, а второй винт находится с правой стороны. Винт на 5,5. Подушечку аккуратно снимаем. Центруем руль. Чтобы потом у нас он криво не встал. И откручиваем данный болт головкой на 24. Так, вот такой вот болтик у нас. И снимаем руль. Кстати, да, шлейку здесь тоже отключаем. Круиза. Ну, все, отключили шлейку к круизу. Теперь снимаем руль спокойно. Оп. Все, руль сняли. Так, отдаем на перешив. А пока разберемся, что у нас здесь не так с панелькой приборов. Итак, потыкал во все вот эти вот дырочки своим приборчиком. И обнаружил, что 12 вольт от света идет к третьему нижнему контакту. И к четвертому предпоследнему контакту. Значит, как видно, я снял переключатель света. И нет, проблема не в нем. Я уже пытался его как-то поменять. Но это не помогло. Мне кажется, я понял, почему плохо работает свет. Потому что контакт просто на массу. Немножко отошел с места. Сейчас обновлю этот контакт. И у нас появится 12 вольт на данном проводе. На проводе подсветки. Итак, как видно, я восстановил 12 вольт, которая идет на дополнительную подсветку приборов, которые я сделал. Но это не объясняет, почему у нас подсветка приборов не работает. Хочу все-таки вернуть заводскую подсветку приборов, как оно было. То есть непосредственно с панель приборов. А не с дополнительных каких-либо других источников освещения. Значит, у нас вот следующая информация. Свет у нас горит. Подключаем мультиметр в режиме определения вольтажа. И наблюдаем за показаниями. Значит, я подключаю вот эти два контакта, которым подключается лампочка. У нас, в принципе, здесь исправные 12 вольт. Но, когда я сюда вставляю лампочку, 12 вольт эти пропадают и начинают мне показывать какую-то херню. Там где-то 70 милливольт, 40 милливольт и 30 милливольт. Что же делать? Далее прочитал на разных форумах, что данные маленькие контакты, которые отвечают за соединение всяких соединений с самой платой, могут давать микротрещины со временем. Поэтому я паяльником прогрел вот эти вот контакты для того, чтобы припой расплавился и снова образовал надежный контакт. И сделаю это по отношению к самой фишке и к LCD-дисплею. После завтра подключим приборку снова к машине. Посмотрим, повлияло ли это на что-нибудь. Итак, момент истины. Проверяем мое предположение по поводу света. Сейчас подключим приборку. Так, я приборку подключил. Сейчас проверим, будет ли мигать. Отключим свет здесь, и здесь, и здесь. Так, на камере оно похоже, что мигает, но в жизни оно не мигает. Но сейчас попробуем как-то подключить лампочку. Короче, не получилось. Подключаю лампочку, прихватываю ее только контактами сзади. И у меня тухнет в том числе вот эта вот приборочка. Короче, оставляю все в обходную. Только попробую сделать немножко поаккуратнее. И заодно посмотрю вольтаж вот этой вот лампочки, которая отвечает за круиз. Так, круиз, значит у нас это зеленая лампочка слева. На ней идет вольтаж 1 вольт. А сейчас попробую сделать более аккуратный обход подсветки приборов, для того, чтобы включить лампочки приборов именно к этим вот контактам. Итак, я провел обходной путь для подсветки приборки, и он работает. Ну, как видно, подсветка везде работает, и на приборке тоже. Осталось припаять остальные плюсовые контакты с приборки в один параллельным образом. К источнику 12 вольт, который идет на подсветку приборки. Кому интересно, вот плюсовой контакт подсветки приборки, и вот к нему припаян плюсовой провод. Таким образом я сделаю также здесь, здесь, вон тут, и вон тут. И все это соединим параллельно, без массы, потому что масса идет общая через основную колодку приборки. И у нас будет снова работать подсветка. Итак, перед вами лучшее, что я мог сделать. Да, без горячих соплей не обошлось дело, и что-то мне кажется, что горячие сопли, это как стяжки. Без них качественный ремонт никак не обходится. Далее проверяем каждый плюсовой контакт. Так, звенит? Звенит. Два. Три. Четыре. Пять. Все, имеем у нас плюсовой контакт на все пять лампочек. Теперь остается просто подключить. Просто подключить остается. Я пока подключил одну лампочку, и вот все у нас заработало. Сзади поаккуратнее уже, более такое, так сказать, фирменное соединение. Не удержался, поставил остальные четыре лампочки, и, как видите, все горит, все хорошо работает. Выключили, включили, все нормально. По крайней мере, я дыма нигде не вижу, ничего не спадилось. Все окей. Осталось даже до саблока круиз-контроля подключить вторую педаль газа для того, чтобы у нас заработал круиз-контроль. И заодно посмотрим, включит ли наш блок лампочку контроля круиз-контроля. ПОКОЛИТСКИЙ КОЛИТСКИЙ 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 КОЛ